стоит в том я сильная независимая женщина кому-то всем привет меня зовут глеб и в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о разнице между солевым никотином и обычным стоит начать с того что солевой никотин существует достаточно давно но внимание вейперов он привлёк в 2015 году а в русскоязычных странах стал популярным примерно в 2018 году солевой никотин называют солями монопротонированным или салат бейс никотином но в народе его называют либо соль либо солевой что же такое солевой никотин это искусственное вещество которое сбалансировано по уровню кислотности ph с организмом человека создается он при помощи обычного вейперского никотина в который добавляют специальные кислоты благодаря такому смешению получается более чистый продукт который при смешивании жидкостью дает лучшую усвояемость с меньшим тросхитом или по-другому ударом по горлу ударом по горлу солевой никотин одобрит фда управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сша это очень дотошные ребята так что их серьезному мнению стоит довериться главное отличие солевого никотина от обычного состоит в том что напаривание происходит примерно в раза быстрее а удар по горлу значительно слабее это означает что солевой никотин позволяет накуриться всего за несколько затяжек и удалить потребность никотине также солевой никотин будет находиться в организме гораздо дольше поэтому перепары будут происходить гораздо реже из-за схожего ph баланса организм воспринимает этот никотин как что-то родное не возникает неприятных ощущений и удар по горлу практически не ощущается поэтому увеличение крепкости жидкости не вызовет у вас никакого дискомфорта жидкость на соли изначально разрабатывалась специально для подсистем чтобы можно было быстро напариться всего за несколько затяжек и чтобы это было незаметно для окружающих но хотелось бы отметить что в подах генерация пара совсем небольшая поэтому для не делают жидкость большим содержанием никотина технологии изменения кислотности в никотине давно не нововведение табачные компании уже на протяжении 70 лет используют различные присадки чтобы сигаретный дым лучше усваивался в организме после добавления присадок в табак организм его усваивать почти в 100 раз лучше то есть за 7 8 секунд благодаря схожести ph баланса в сигаретах и организме человека одним из важных нюансов солевого является его сочетание с ароматизаторами для того чтобы жидкость получилась насыщенной необходимо гораздо большее количество аромок в жидкости из-за этого жидкость на солевом никотине может быть не такой насыщенный как жидкость с обычным никотином но не стоит забывать о том что основное предназначение солевого никотина состоит не в том чтобы поразить вас яркостью вкуса а в том чтобы быстро утолить потребность никотине после всего вышесказанного появляется вопрос какая же крепость мне нужна дозировка никотина зависит от ваших целей если у вас есть желание быстро утолить потребность никотине или вы бросаете сигареты то рекомендуем вам воспользоваться крепостью от 20 до 50 миллиграмм на миллилитр еще нужно помнить что благодаря очень слабому удару по горлу производитель может выпустить жидкость и со 100 миллиграммами никотина которая будет накуривать вас всего за одну затяжку тупо ты хашит просто но мы настоятельно рекомендуем не парить такую жидкость если вы решили перейти с обычного никотина на солевой то помните что самое главное не переборщить так как с непривычки вы можете получить легкую передозировку из-за того что вы сделали слишком большое количество затяжек если же вы решили перейти с постсистем на более мощное устройство то рекомендуем вам использовать сигаретные баки с сопротивлением намотки от 0 7 он либо с испарителем с таким же или более высоким сопротивлением заключение хочу сказать что никотин прошел тернистый путь начиная с 30-х годов и до сегодняшнего дня стоит сказать огромное спасибо производителям под систем которые подхватили новое веяние и развили его на 200 процентов несколько лет назад никто бы и не поверил если бы ему сказали что накуриться можно будет с трех затяжек из устройства размером не более флешки всем спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале